Друзья, привет! Мы начинаем путешествие по выставке не с обычного входа в ВДНХ, а немножечко сбоку. За мной остаётся киностудия имени Горького, и мы с вами направляемся на самый большой каток в Москве. Это будет круто! И идём мы по направлению как раз к территории выставки с вами, которой уже более 80 лет. Буквально немного я прошла по дорожке и вышла уже к территории самого катка. Это один из самых удобных входов, чтобы сразу выйти сюда. И вот он каток. Сейчас я буду искать вход через экспресс-кассу, потому что я заранее купила билет. Вообще билет здесь можно купить только онлайн. В кассе вы этого не сделаете. И для того, чтобы было удобнее и быстрее заходить, я купила его заранее. Что стоит понимать? Что вы можете войти только в определённое время. То есть, если вы в свой промежуток времени войти не успели, то ваш билет аннулирует. Что ж, на экспресс-входах тоже людей довольно-таки много. Здесь установлены лавочки, также есть туалеты. И можно что-нибудь купить в кафешке и покушать. Для этого стоят столики. Но по факту некуда приземлиться. Наверное, придётся переодеваться стоя сейчас. И плюс огромная очередь на то, чтобы вещи, которые вы сняли, сдать. Придётся ещё так неплохо постоять. Я сейчас попытаюсь сделать всё быстро и уже войти посмотреть, что происходит на катке. Я уже переоделась и готова идти кататься. И вот я заметила, что в те полчаса, которые, собственно, отведены для того, чтобы войти и переодеться, людей действительно много. Здесь очереди. И из-за того, что проверяют на входе тоже люди начинают скапливаться. И всё происходит довольно долго. Но я буквально подождала несколько минут. Лавочки освободились. Я спокойно переодела коньки. И совершенно бесплатно сдала вещи на охранение. То есть, это всё входит в билет. И сейчас я уже пойду кататься. Но сначала посмотрим, чем кормят и какие цены в местной кафешке. Основные столики снаружи. Но если вы сильно замёрзли, можно перекусить в помещении. Я вышла на лёд. Играет приятная музычка. Лёд слегка припорошен снегом. И народу, конечно, много. Потому что это выходной день. Ну, собственно, я так и думала, что будет. И совершенно этому не удивилась. Но я, честно говоря, разочаровалась в качестве льда. Потому что я люблю, просто обожаю этот каток. Я знаю его уже несколько лет. И каждый раз с удовольствием зимой здесь катаюсь. Тем более, это самый большой каток в Москве. И сейчас вот я еду по льду. Не могу сказать, что он гладкий. Он совершенно неровный. На льду есть ямочки, бугорочки. И это мне не нравится. Но всё же каток окрыляет своими масштабами. Потрясающей советской архитектурой, которая открывается взгляду со всех сторон. Вы можете прокатиться вокруг фонтанов и полюбоваться новогодними украшениями. Сделать красивые фоточки или видео в специально отведённых для этого местах. И даже поучаствовать в конкурсе. Тут можно снять какой-нибудь клип и с хэштегом опубликовать его ВКонтакте. Вот с таким хэштегом. IceClip. И можно даже выиграть подписку на ВК-комбо. Не знаю, зачем она нужна, но всё равно что-то выиграет приятно. Ну, красиво же. Такие огонёчки. Выглядит здорово. Ну что ж, давайте снимать видео на конкурс. Как там делают знаменитые пуп-дивы в известных клипах. А, впрочем, неважно. Будем снимать по наитсию. Помимо таких приколов тут просто можно поесть. Стоят столики и всякие вкусняшки, которые, собственно, тут есть и всегда. Но сейчас они доступны именно для тех, кто является посетителями катка. Буквально быстренько пробежимся по ценам и посмотрим, что тут можно и за сколько купить. Вот, например, здесь у нас чапуреки. Можно приобрести с десертиками. И мистер пончик. Самые известные пончики, которые здесь есть. Тут несколько павильонов. Раньше они по-другому назвались. Тоже можно взять. Хочу вам показать еще одну интересную локацию. Такая зона, где можно сделать фоточки прикольные. Салфаки. Все это дело выложить в инстаграме. Украшено, красиво, здорово. В общем, можно тут позалипать, если устали кататься. Друзья, никогда, никогда не выезжайте на встречку. Иначе вы просто будете ехать против движения. Да-да, правила движения есть и на катке. Вот на дорогах за проезд под кирпич права отбирают. Ну а мы подъезжаем к фонтану. В фонтане «Дружба народов» каждая скульптура обозначает свою республику, которая как раз символизировала дружественную страну Советского Союза. Но дело в том, что здесь девушек 16, а республик 15 было. Это объясняется тем, что когда строили сам фонтан, республик было больше. Ну а в процессе его построения исчезла Корелло-Финская республика. Она стала автономией. Но девушек решили оставить. Так что девушка с елочкой – это та самая несуществующая республика. Есть одна такая версия, что когда архитектор Вячеслав Константинович Алтаржевский проектировал вот эту территорию выставки, у него был интересный замысел. Он сделал неспроста саму форму выставки в виде креста или в виде такого ключика. И некоторые экскурсоводы говорят о том, что сделал он это, потому что здесь, так сказать, было определенное место силы, где 9 павильонов на тот момент были как бы планетами. Памятник Ленина, который так и не поставили, должен был быть солнышком. Но, в общем, сделано это было все не просто так. И начинался этот ключик или этот крест. Кстати, это видно, если посмотреть на план Воденхан. Вот с фонтана Дружбы Народов. И считается, что если пройти от фонтана, дойти до беседки, где как раз заканчивается и завершается этот крест или ключик, и загадать там желание, то это желание сбудется. Честно? Я посмеялась над этой версией. И когда я уже готовилась к этому ролику, я вспомнила как раз про эту легенду, решила вам ее рассказать. И вдруг подумала, почему я, собственно, желание не загадывала. И тут я вспомнила, что, оказывается, желание-то я загадала. Сейчас вам расскажу. Я загадала желание, что я встречу свою судьбу. И когда я узнаю, что это тот человек, я выйду за него замуж. Я забыла об этом просто вот и клянусь. Даже не вспоминала. Но знаете, в чем прикол? Это желание я загадала здесь и в беседке. И буквально недавно у меня реально была свадьба, и у нас была фотосессия в этой беседке. Это не планировалось специально. Я вообще не держала в голове эту историю. У меня в моей голове все складывалось совершенно случайно. Тем более уж я точно не запоминаю, где я когда-какое желание загадала. Но сейчас я об этом вспомнила. Слушайте, реально, возможно, это такое совпадение невероятное. Но это круто, это вдохновляет. Так что, если вы здесь окажетесь, почему бы, собственно, нет, не сделать то же самое? Возможно, вы приблизитесь к своей мечте. Это самый большой каток в Москве. Он реально красивый. И здесь все так здорово украшено. Тут столько места. Тут нет такого, что ты просто находишься в коробке, и тебе некуда деваться. Нет. Здесь огромное, можно сказать, поле для маневров. Я думаю, что в будни здесь еще и людей поменьше. И можно прям, знаете, так кататься в раздолье. Но даже сейчас, в принципе, очень неплохо. Покрытие меня слегка разочаровало. Но не настолько, чтобы, знаете, не приезжать и не кататься. В принципе, кататься можно. И относительно удобно. Я, когда покупала билет, немного запуталась. Дело в том, что мне нужно было купить билет в первой половине дня. И время было там на 10 утра, 10.30, и на 12.30-час. Помните о том, что если вы не вошли в те полчаса, которые вам отведены, то вы уже не войдете. То есть вы просто зря купили билет. Поэтому очень важно не опаздывать и именно войти на каток в свое время. Определенного какого-то дальше времени, сколько вы можете кататься, нет. Например, вы можете взять билет, который на 10-10.30, и войти на каток в этот промежуток времени. А дальше можно кататься хоть до 3 часов. Далее идет, видимо, они там чистят каток, да, у них идет санитарный вот этот перерыв. И дальше следующие смены, которые уже входят, соответственно, после этого перерыва. То есть, в принципе, достаточно много времени отведено на то, чтобы покататься. И на самом деле можно устать даже, да. И вот этот билет, который рассчитан с 10-10.30 до 15.00, он стоит 550 рублей. Но если вы оплачиваете картой мир, например, как это сделала я, вам будет еще 20% скидка, и тогда билет будет стоить уже, по-моему, 440 рублей. То есть, ну, все равно пустячок, а приятно, да, скидочка хорошая. Но если вы, например, берете билет, который с 12-12.30 тоже до 3, он вам будет стоить точно так же 550 рублей, ну и 20% скидка, если карты мир. То есть, стоимость билета от того, что вы меньше покатались, не поменялась. Имейте это в виду, если вы хотите кататься вот прям до упора, то тогда приходите в 10 и катайтесь до 3.00. Если вам не нужно столько времени и хочется войти попозже, то помните, что вы можете войти только в определенные полчаса, а дальше кататься столько, сколько угодно. Это, конечно, удобно. Что еще хочется отметить и что мне здесь нравится? Здесь все время играет такая приятная, расслабляющая музыка, рождественская музыка тоже играет. Это создает такую определенную атмосферу, когда хочется просто вот расслабиться, ни о чем не думать, ехать. Я думаю, в будний день это будет сделать еще более приятно, потому что людей меньше. Ну, в принципе, и так места всем хватает, это музыка, она создает атмосферу, и вот сейчас как-то темнеет, еще вот эти огонечки зажгутся, и будет вообще волшебная сказочная атмосфера. Так что кайфануть тут, конечно же, можно. Ну, а я уже потихонечку иду на выход. Нам нужно посмотреть, какие здесь еще есть развлечения, что-то такого интересного. А с катком я прощаюсь. В принципе, несмотря на все те нюансы, о которых я уже рассказала, я получила удовольствие. Вот в эту часть ВДНХ мало кто доходит. Тут всегда не так много людей. И не так давно здесь открылся фудкорс, где есть сцена. И часто по выходным тут проходят какие-то интересные мероприятия. Здесь бывают и танцы, и артисты выступают. Ну, и можно что-то перекусить. Хочу показать вам еще одну интересную выставку. Это выставка, которая называется «Серебряное ожерелье России». И здесь каждый символ связан с интересной историей об определенном городе. В выставке участвовали выдающиеся художники и деятели культуры. Давайте посмотрим несколько символов и узнаем, что же они обозначают. Например, это огромный алмаз, который символизирует Архангельскую область. Это место, которое является самым большим месторождением алмазов вообще в Европе. Ну, а второй символ, который мне понравился, это корона, которая напоминает нам о городе Калининграде и о гофманских сказках, потому что гофман родом был именно из этих мест. И корона является еще и его основной символикой, вот его произведений. Ну, собственно, шла-то я вот к этой тюбинговой горке, к которой сейчас хочу подойти, посмотреть, какие цены, интересно ли там кататься и что там вообще происходит. Идемте. В принципе, она небольшая, и тюбинки тоже такие небольшие, детские. Ну и что я вижу? Катаются здесь, естественно, в основном детки. Так что я здесь кататься не буду. Тюбинки маленькие, горка тоже маленькая, и она не для взрослых, друзья. Цены сейчас узнаем. А вот и очередь, которая ожидает своего катания, как вы видите, в основном детки, причем небольшого возраста. Так что для того, чтобы покататься в выходной день, нужно еще и подождать, отстоять в очереди. Билетик можно приобрести вот в этих кассах. Давайте посмотрим. Здесь есть детский и взрослый билет и вот такие вот условия. Знаете, что меня прикололо во всей этой ситуации? Что здесь есть даже билет для пенсионеров на абсолютной детской горке, где, ну я не знаю, разве что для прикола можно прокатиться взрослым человеком, но это вообще неинтересно. Тем не менее, есть возможность прокатиться к пенсионеру. Вот она, та самая беседка, которая является, по мнению некоторых мистиков, завершающей точкой того самого креста или ключа, который является мистическим и очень загадочным и таинственным. Ну, в общем, место на самом деле очень красивое, сюда мало кто доходит, в общем, мало кто о нем знает. Это Сочинская горка, здесь потрясающая ротонда, и у нас именно на этом месте была свадебная фотосессия. Представляете, я загадала, я уже забыла об этом, но я загадала встретить свою судьбу именно в этой беседке, и здесь была моя свадебная фотосессия. Да, мурашки по коже. Вообще, сидя в беседке на одной из самых главных и самых красивых точек этой выставки, интересно вспомнить забавную историю ее названий. Названий было несколько, и одно из них, которое достаточно долго существовало с начала 90-х, ВВЦ, к которому мы привыкли, изначально означало волосной выездной цирк, потому что на этом месте в 19 веке был цирк, который так и назвался ВВЦ, его назвали волосной выездной цирк, и люди, собственно, приходили сюда для того, чтобы поразвлекаться, и была такая поговорка к нам приехала ВВЦ, будет праздник на крыльце. Это абсолютно реальные исторические факты. Позже уже этот цирк сожгли в ходе определенных событий, и когда в 90-е годы назвали ВВЦ, многие, особенно историки, смеялись над этим названием, хотя, конечно, это уже название означало совершенно другое, да, Всероссийский выставочный центр. Но, тем не менее, шуточки остались. Ну, а мы с вами прощаемся с волшебной беседкой. Сейчас мы вернемся, посмотрим, как украсили вход в Оденха, и я приготовила для вас еще один сюрприз. Хочу вам показать одно сказочное место, которое обязательно нужно посмотреть, находясь рядом с Оденха. Пойдемте. Для удобства я воспользовалась маршрутным такси, которое бесплатно курсирует по кольцевой дороге выставки. Всего пара-тройка минут, и мы уже возле центральной арки. Мы с вами находимся возле главного входа в Оденха. Тут, конечно, нереальная красота. Все украшения, все самое такое интересное, все самое яркое находится именно здесь. И так приятно войти на территорию, действительно, с главного входа и увидеть все, что нас окружает. Полюбуйтесь, как сияют праздничные украшения. Не правда ли сказочная атмосфера? На мой взгляд, самая красивая на Оденха не разноцветные шары и даже не архитектура, а закаты. Они здесь прекрасны круглый год. Но нас уже заждались белые медведи. Идемте за мной. Полюбуйтесь удивительно красивым закатом. Я сейчас двигаюсь по направлению к парку Акведук, а за мной осталась скульптура автора Веры Мухиной. Это рабочая колхозница. И изначально она вообще не должна была находиться в Москве. Ее делали для того, чтобы она осталась в Рыбинске. Но после парижской выставки 1935 года решили, что она уж слишком хороша. Привезли ее в Москву и теперь она здесь. Ну, а та скульптура, которую вы видите в картинах Мосфильма, это совершенно другое произведение. Вера Мухина уменьшила рабочего и колхозницы, сделала ее буквально высотой в полтора метра для того, чтобы ее было удобно снимать. И та скульптура сейчас находится в Мосфильме. Мы подошли к удивительно волшебному месту, который я рекомендую посещать на закате или уже когда стемнеет, потому что здесь невероятно красиво светятся медведи. Множество полярных медведей тут обосновалось. Тут можно сфотографироваться, даже покататься на горке. Вон люди идут, несут свои тюбинки, потому что катание бесплатное. Но если вы хотите взять, например, тюбинк на прокат, это вам будет стоить 300 рублей. То есть, в принципе, и цены классные. Давайте все посмотрим, полюбуемся медведями. Это прекрасная локация, где можно сфотографироваться, ну и просто покайфовать. Раньше, когда медведей впервые здесь только-только поставили, конечно, их было меньше, но тут всегда собирались люди, останавливались машины, и люди фотографировались среди вот этой красоты. И это уже традиция, которая постоянно возрождается, ставить здесь этих медведей. И точно так же люди приезжают, только теперь тут оборудована действительно парковка, и можно ставить машину, не останавливаться на проезжей части и фотографироваться возле прекрасных мишек. Также сюда добавили елочки, и это стало настоящим местом притяжения. Несмотря на то, что Новый год уже прошел, какое-то ощущение праздника и волшебства, оно все еще остается, и надеюсь, что мишки будут с нами еще какое-то время, и можно будет здесь гулять, и просто фотографироваться, смотреть на этот блеск, на эту красоту. Мы с вами здорово прогулялись по ВДНХ, прокатились на катке, и даже узнали, где нужно загадывать желание, и заканчиваем наш маршрут вот в этом волшебном месте, в парке Акведук среди белых медведей, и рядом с горкой, где можно прокатиться на тюбинге. Друзья, я все координаты сделаю в описании, вы сможете узнать, как добраться до этих мест, до катка, до беседки, и даже до белых медведей. Ну, а мы с вами увидимся в следующих роликах, обязательно ставьте мне лайки, пишите комментарии, с вами был канал Глазами Аленки, путешествуйте с кайфом!